Первый раз диагноз «сложный порог сердца» Самгату поставили, когда ему было всего полтора годика. Родители отказывались в это верить, хотя прогноз медиков был далеко не оптимистичный. Специалисты говорили, что без операции здесь не обойтись. Мальчика мучила отдышка, быстрая утомляемость. Он часто лежал на боку и держался за сердце. Тем не менее, в семье не решались на операцию, надеялись, что сыну станет лучше. В июне медики сообщили, что в октябре приехали специалисты из Тюмени, которые проведут здесь ряд сложных операций на сердце. Родители убедились, что для Самгата это хороший шанс. 27 июня Самгата прооперировали. Однако состояние мальчика после оперативного вмешательства намного ухудшилось. Он перестал разговаривать, вообще не вставал и не узнавал родных. Сейчас Сагдат также прикован к постели. Он по-прежнему не встает, едва узнает маму и может питаться только жидкой пищей, которую ему вливают в рот. Он сам пришел на ногах, ходил активно, уставший только проблемы с сердцем. Он говорил, разговаривал, он говорил такие сладкие, со своими сладкими пришел словами. Мама, как я вылечусь, я буду учиться. Я пойду в школу, купи мне, пожалуйста, сумки там всякие. Мама мальчика уверена, что такие последствия имеют место из-за халатности приезжих специалистов. Кстати, случай с Сагдатом не единственный после мастер-класса тюменских хирургов. После проведенных операций один ребенок умер. Еще одна малолетняя девочка едва не стала инвалидом. Сейчас, по данным врачей, ее состояние улучшилось. В облздраве случившиеся объясняют тем, что операция была повышенной сложности. Здесь говорят, что если бы ее не провели, ребенок дожил бы лишь до 18 лет. То, что сам гад находится в таком состоянии, здесь объясняют инсультом, который случился уже после операции. У него был крайне сложный порог, тетрада фало. Здесь четыре порога сочетаются. На данный момент сейчас сказать сложно, именно что послужило причиной возникновения такого состояния. Но я вначале отметил, что у ребенка был сложный порог. Вегатативное состояние связано с нарушением мозгового кровообращения. Но здесь нельзя исключить, что какие-то врожденные патологии были и со стороны головного мозга, сосудов. Возможно, такой вариант не исключается. В данный момент проводится служебное расследование, в ходе которого должны выяснить причину такого состояния ребенка. Алиса Маринец, Жаслан Жубаев, программа «Факт».